В эфире информационная программа «Неделя города». В студии Алена Куколева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Экологическую катастрофу предотвратили в селе Высокое. Жители вовремя забили тревогу. Сероуглерод и другие опасные вещества. Токсичность воздуха в городе можно сравнить с ежедневным курением. Опасно для жизни. В области закрыли нелегальный спиртзавод. И настоящий клад в Рязанском селе. В школе из стен достали старинные иконы. В Рязани фиксируют превышение уровня сероуглерода в воздухе. Это соединение настолько токсичное, что по воздействию на организм. Его сравнивают с наркотиками. Почему в городе настолько опасный воздух, выяснял Валерий Седов. Формальдегид, сероводород, фенол, диоксид азота, диоксид серы – все это только часть вредных веществ, которые содержатся в воздухе нашего города. Министерством здравоохранения разработаны и приняты нормы ПДК – предельно допустимой концентрации вредных веществ, содержащихся в воздухе. За текущий период 2017 года превышение предельно допустимых концентраций были отмечены по взвешенным веществам, по сероводороду, по сероуглероду, фенолу, диоксиоду азоту и формальдегиду. По остальным веществам, по оксиду углерода и диоксиду серы, превышение предельно допустимых концентраций зафиксировано не было. Любое вредное вещество, нормы которого превышают предельно допустимую концентрацию, уже оказывают негативное воздействие на организм. Например, формальдегид сильно влияет на иммунную систему, провоцируя развитие десятков заболеваний. Так как у нас, в принципе, перечень веществ, превышающих ПДК, довольно достаточно большой, то есть негативное воздействие человек получает у нас довольно-таки постоянно, можно сказать. Практически каждый день мы регистрируем превышение ПДК по одному или другому веществу. Иногда по комплексу веществ. Специалисты склоняются к тому, что причиной такого загрязнения воздуха служат антропогенные факторы. Это выклопные газоавтомобили, выбросы мусоросжигательных заводов и станций, теплоэлектростанций и котельных. Распространение вредных веществ зависит и от времени года. Формальдегид образуется в атмосфере при интенсивном солнечном свете. Бензопилен наоборот. Он появляется из продуктов неполного горения, то есть зимой, когда работают котельные. За истекший период 2017 года уровень загрязнения атмосферного воздуха классифицировался как повышенный в январе, феврале и апреле. В остальные месяцы текущего года он классифицировался как высокий. В августе как очень высокий. И определялся высоким содержанием, повышенным содержанием сероуглерода в основном в августе формальдегида. Остается надеяться, что в 2017 году, который объявлен Годом экологии, руководство городов и предприятий обратит внимание на такую важную проблему, как загрязненность воздуха. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». В ходе прямой линии главе региона пожаловались на несанкционированную торговлю на улице Тимакова рядом с 11-й городской больницей. По словам горожан, в этом месте антисанитария. Кроме того, посетителям медицинского учреждения трудно припарковать свои автомобили. Галина Ершова пыталась разобраться в проблеме. Несанкционированный рынок на улице Тимакова вновь возмущает рязанцев. Жители Дашково-Песочной обеспокоены мусором и антисанитарией, которая остается после торговли. По словам местных жителей, продавцы даже забывают выбрасывать контейнеры и поддоны. Оставляют коробки мусор, крысы бегают, антисанитария. Вечером здесь мусора много остается, и днем бывают всякие драки, всякие в пьяном виде бывают люди. И непонятно, какая продукция, откуда что завозится, непонятно, что продают. Возникает проблема у рязанцев и с парковкой. Дело в том, что рядом расположена больница номер 11, которая обслуживает огромный район. Парковочных мест здесь не хватает давно, а газели с товаром занимают те, которые предназначены для пациентов больницы и их родственников. Видите, здесь вот посмотрели, стоят машины, которые даже шины проколоты. У них уже как склады здесь, складируют товар свой. Места вроде забитые, а нашим бабушкам-то и негде свой товар продать. Свободных мест практически не бывает в течение, наверное, всего дня до 7, может быть, вечера. То есть во время работы поликлиники очень трудно где-то оставить машину. Возникают проблемы и у пешеходов. Передвигаться по оживленной улице сложно как пожилым, так и людям с детьми. В последнее время я начала ходить вот по этой стороне, потому что через рынок пройти невозможно. Толкучка, бабушки, рыночные работники, ну и жители-песочники, которые идут в поликлинику. Как получилось, что городская улица оказалась местом несанкционированной торговли – вопрос, в котором должны разобраться власти муниципалитета. Надеемся, что вскоре они найдут решение. Галина Ершова, Игорь Глотов, телекомпания «Город». В Рязанской области закрыли подпольный спиртзавод. Он располагался в городе Новомичуринск. В отношении организаторов сейчас возбуждают уголовное дело. Алкоголь без лицензии и маркировок. В Новомичуринске правоохранительные органы закрыли нелегальный спиртзавод. Он находился на улице Волково. Сотрудники полиции обнаружили около 7,5 тысяч бутылок водки и полторы тысячи литров спиртосодержащей жидкости. Они производились на трех ручных линиях разлива системами водоподготовки и фильтрации. Оборудование, алкогольная продукция, а также стеклотара были изъяты. В настоящее время ведется административное расследование в отношении производителей незаконного алкоголя. Будет возбуждено уголовное дело. Примером эффективного взаимодействия общества, власти и правоохранителей стала история села Высокое Рязанского района. Его жители, узнав, что им грозит соседство полигона отходов, незамедлительно обратились с письмом к губернатору и природоохранную прокуратуру. Отсюда из этого карьера долгое время поставлялась глина на Рязанский кирпичный завод. В этом отношении карьер исчерпал свои возможности и стал ненужным. Но недавно местные жители заметили, что сюда по ночам приезжают грузовые машины. Стали копать и узнали о планах на эту территорию, как на полигон отходов. И чтобы уже этот вопрос разрешить, выяснить, действительно ли туда возят отходы и дальнейшая судьба этого карьера, я решил обратиться в прокуратуру природоохранную с целью проверки законности дальнейшего использования этого карьера. Естественно, такое соседство никому не по душе. Жители оперативно составили письма, собрали подписи и обратились во все возможные структуры. Природоохранная прокуратура провела проверку и подтвердила, почвы близ села Высокое не позволяют организовывать здесь никаких свалок. Мы установили, что характеристика почв на территории поселения такова, что она не предполагает и невозможно захоронения тех отходов, которые имеют место быть на территории данного поселения, тем путем, в проекте которым предлагался и был разработан научно-исследовательским институтом. Поэтому на сегодняшний момент прокуратура по результатам прокурорской проверки внесла предостережение о недопустимости нарушения закона. Потому что на сегодняшний момент нарушений природоохранного законодательства нет, но если мы будем бездействовать, оно обязательно будет. Поэтому в этом случае мы должны предупредить, чем потом исправлять. Наиболее эффективного результата удалось достичь именно благодаря слаженным действиям природоохранной прокуратуры и власти после обращения неравнодушных граждан. Мы отреагировали и наше министерство природу пользы, выезжало на место своим инспекторским надзором. Здесь как раз очень хороший общественный контроль. Это вот общее взаимодействие и общественности, и правительство Рязанской области, и природоохранной прокуратуры, и, конечно, администрации. На настоящий момент нарушений на территории карьеры не обнаружено. Но чтобы предостеречь от возможности будущих нарушений, природоохранная прокуратура издала такой документ – предостережение. В любом случае и местные жители, проявившие небезразличие и активность, будут бдительно следить за исполнением этого документа. Очень быстро, оперативно провели проверку по нашему заявлению. Разъяснили населению, как дальше будет эксплуатироваться эта карьера. Возможно ли там хранить какие-либо отходы. И все жители, которые присутствовали на этом собрании, они пришли к выводу, что дальнейшая судьба будет под контролем этого карьера. И мы, жители, также не оставим без внимания этот карьер. Внимание всей области в эти дни приковало к себе село Плахино. Там, в одной из недействующих школ, строители обнаружили старинные иконы. Историю о чудесном обретении ликов святых знает Ирина Ковалева. Старинная усадьба с многовековой историей или древняя церковь с некрополем – вот, пожалуй, те места, в которых мы ожидаем найти спрятанные некогда ценности. Но село Плахино Захаровского района разрушило все стереотипы, когда в стенах далеко не древние школы. Постройки 1939 года были найдены четыре иконы. Вполне возможно, что когда-то они украшали иконостас храма, стоящего в этом селе. Храм Иоанна Богослова XVIII века в селе Плахино был разобран в 1937 году. Именно из церковного кирпича построили первый этаж этой школы. Но, по всей видимости, помимо кирпича сюда перекочевали и древние иконы. Иконы были найдены 10 октября рабочими, разбирающими старое здание. Прямо за ним уже заложен фундамент новой школы. По всей видимости, они были припиты к стропилам. Как оказалось, для местных жителей находка не стала неожиданностью. Я еще когда учился в этой школе в 80-х годах, и уже шли разговоры, что в этой школе заложены иконы. Ну, старожилы, которые бабушки старенькие особенно, сейчас они все умерли. Ну, кто верил, кто не верил. Ну и вот, когда вот это произошло, начали когда ломать школу, обнаружились иконы. Хотя я всех их предупреждал, бригаду, прораба, всех. Всем говорил, ставил известно, что есть закладки, должны быть. Сразу после обнаружения иконы были переданы в Рязанскую епархию. Изображение Серафима Саровского, которое, по всей видимости, было написано в начале 20 века, сохранилось лучше всего. Икона Божией Матери с большой вероятностью не подлежит восстановлению. На двух других изображен архистротик Божий Михаила, благоверный князь, скорее всего, Александр Невский. Правда, по словам отца Арсения, найденные лиги кладом можно назвать с большой натяжкой. Это не совсем клад, это же, понимаете, люди не сохранили эти иконы, а использовали их как доски, перекрытия и прочее. Поэтому вы видите, вот здесь в иконах, например, гвозди, то есть они их просто вбивали. Одна икона без головы, образ, потому что, видимо, не умещалась доска, вот ее решили отпилить сверху почему-то именно. Какие-то иконы Богородицы, она практически вообще не сохранилась. То есть использовали их именно в хозяйственных целях, в хозяйственных нуждах. Это не в качестве сохранения было сделано. А вот Владимир Шипилов утверждает, что жители села хотели сохранить иконы. Пусть и выбрали для этого не самый подходящий способ. Понимаете, 1939 год, население, конечно же, особенно старушки, которые были молодые, мы тайком их приносили и вот так вот делали. Да, они как были прибиты, как в качестве досок. Но они их ложили так, чтобы по ним не ходить, чтобы редко по ним ходили. В любом случае для людей верующих эта находка – настоящее сокровище, прежде всего в духовном плане. В ближайшее время с этими иконами предстоит поработать экспертом. Они должны будут определить их состояние и понять, какие работы нужно будет провести для их реставрации. В любом случае мы намерены их отреставрировать и затем уже передать в те храмы, которые нуждаются и в образах, и тем более в таких намоленных иконах, перед которыми молились наши предки. Здание школы разобрано еще не до конца, так что вполне возможно, но в ближайшее время будут найдены и другие иконы начала 20 века. Ирина Ковалева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Ответственность для водителей, которые не пропускают пешеходов на зебре, станет более ощутимой. Госдума во втором чтении приняла соответствующий законопроект. Он предполагает увеличить штраф за такое нарушение до 2500 рублей, вместо 1500, как сейчас. Документ защищает не только пешеходов, но и велосипедистов. По словам депутатов, законопроект направлен на борьбу с автохамами и должен помочь снизить количество трагедий на пешеходных переходах. Печально известная история о Рязанском ренвестбанке подходит к логичному завершению. Председатель правления обанкротившегося банка получил условный срок. Максим Ткачев признан виновным в злоупотреблении полномочиями и неправомерных действиях при банкротстве. Как установлено судом, Ткачев в составе группы лиц, по которым уголовные дела выделены в отдельное производство, создавал видимость увеличения чистых активов банка. По сути, речь шла о документальном оформлении безвозмездной финансовой помощи кредитному учреждению без фактического перечисления средств. Кроме того, в преддверии банкротства Ренвестбанка сотрудники вернули двум юридическим лицам деньги, которые находились на их расчетных счетах, нарушив установленный законом порядок и нанеся ущерб банку в лице агентства по страхованию вкладов. К числу организаций, в пользу которых были совершены незаконные действия, значится Рязанская ипотечная корпорация. А после поступления, как я уже сказал, 28 июня 2016 года нового предписания Центрального банка еще до создания резервов в сумме 690 миллионов рублей, он, конечно, понимал, что в установленной Центральным банком сроке такую сумму он досоздать не сможет. Соответственно, было принято решение о том, что данный кассовый разрыв будет устранен путем выдачи его кредитов физическим лицам. То есть, поскольку он понимал, что в случае отзыва лицензии, денежные средства, имущество банка, всю документацию необходимо будет передать временной администрации. Соответственно, возникнет вопрос, где денежные средства, которые были эффективно им досознаны на бумажных носителях. И, получается, подобрал. То есть, таким образом, путем досоздания фиктивных резервов и создания вот этой видимости увеличения чистых активов банка, Ткачев совершил преступление, предусмотренное статьей части 1, статьей 201 Головного кодекса Росиферации. Это злоупотребление полномочиями. Советский районный суд Рязани 4 октября вынес решение по уголовному делу в отношении бывшего председателя правления Ринвестбанка Максима Ткачева. Его приговорили к одному году и девяти месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года, а также взыскание в пользу агентства по страхованию вкладов почти 280 миллионов рублей. Вину он признал полностью, а также сотрудничал со следствием в рамках заключенного соглашения, дав полное разъяснение для установления всех обстоятельств дела. Решение Советского районного суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Марина Комиссарова, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Рязанским хирургам есть чем поделиться с коллегами. В областном центре высокотехнологичные операции поставлены на поток и осваиваются более сложные. Например, замену сустава при помощи лапароскопии. Корреспондент нашей программы узнал, где заново готовы поставить на ноги. Тео Уолкотт, Игоря Кенфеев и Александра Дальпьера. Всех этих футболистов объединяет одна общая деталь. Они перенесли операцию на передней крестообразной связке. И это неудивительно. Такая травма очень часто встречается у спортсменов. Некоторых даже оперируют неоднократно. Оно и понятно. Спорт требует жертв. Такую травму может получить и обычный человек. В Рязани такую операцию практически никто не делал. 13 октября ее впервые провели в областной клинической больнице с применением новейших технологий. Здесь применяется высокотехнологичная артероскопическая методика с помощью артероскопической стойки под высоким разрешением. И будет работа именно на крестовых связках, которых в принципе в нашем городе применяется достаточно мало. Сейчас на операционном столе 50-летняя женщина с очень непростой судьбой. Она получила травму передней крестообразной связки и перелом больше берцовой кости. В первую очередь врачи восстановили поврежденную кость. Только после того, как она срослась, хирурги приступили ко второму этапу восстановления ноги. Эта женщина – первая пациентка областной клинической больницы, на которой проведут новую операцию московские коллеги. Раньше в городе Рязани делали открытые операции такого вида. Они приносили большие трудности для больных, возможные контрактуры, сложности с восстановлением. Данный вид операции позволяет обойти все эти сложности. Восстановление происходит гораздо быстрее. Раньше косметически очень хороший эффект, потому что выполняется всего три маленьких разреза. Это артероскопическая хирургия, то есть операция, проводимая закрытым способом с минимальными повреждениями, что повышает и ее сложность. Но у хирургического стола настоящие профессионалы своего дела. Появление такого вида операций в нашем городе принесет положительный эффект. Население получает высоких логическую медицинскую помощь и на базе нашего учреждения, именно в нашем городе. Мы не переправляем никуда пациентов, и тем самым просто-напросто экономим, как и время, и средства пациентов. И в то же время мы экономим средства нашего областного бюджета. В этот же день приоперируют и вторую женщину. Она получила травму, катаясь на лыжах. Рязанские коллеги внимательно наблюдают за монитором. Пройдет совсем немного времени, и они сами начнут проводить такие операции. На улицах Рязани появились урны для раздельного сбора мусора, пластика, стекла, бумаги и других несортируемых отходов. Они появились на пяти площадках. Новые урны установлены в Центральном парке культуры и отдыха, в Нижнем городском саду, в парке Гагарина и в парке железнодорожников. Урны приобретены и установлены в рамках мероприятия, приуроченных к году экологии. В управлении благоустройства отмечают, что в случае активного участия жителей города в сфере раздельного сбора отходов, такие урны будут установлены и на других территориях города. Рязанский Центральный парк культуры и отдыха приведут в порядок. На борьбу с мусором вышли студенты вузов города. Причем уборка проходила в формате игры. Галина Ершова продолжит. Квест-уборка. В необычном формате на борьбу с мусором вышло более 80 студентов из четырех ведущих вузов Рязани. Помимо мешков для мусора и перчаток, молодые люди получили маршрутные листы и анкеты. Идею подсмотрели в соседних регионах. Для нашего города это новшество. Его опробуют на Центральном парке культуры и отдыха. Это самый крупный и самый, будем говорить, посещаемый, безусловно, парк на территории нашего города. Поэтому оставить его без внимания студентов мы, конечно же, не могли. Это такая завершающая акция крупная в сезоне года экологии. Именно по уборке мусора. Студенты убирают самую грязную часть парка. Это поймы реки Лыбите, окрестности Рюминского пруда. Основное внимание уделят пластику, ведь он наиболее опасен для почвы. По ходу движения молодые люди также должны отметить на карте все мусорки и контейнеры. Однако здесь их ждал небольшой сюрприз. Нет, я здесь не встретил мусорок. Нет. Где? Вообще нет? Ну, по крайней мере, где мы убирались, мусорок нет. Так что нужно, наверное, больше мусорок ставить в парке. Вторым необычным заданием стал опрос людей. Ребята выясняли, как сами жители оценивают состояние парка, дорожного полотна, зон отдыха и многого другого. Всего в анкету включили 15 вопросов. Были и такие, и хорошие ответы, и не очень. Как бы вот мы к кому подходили, получилось так, что 50% говорят, что плохо не убирают, и парк уже пришел в плохое состояние. А кто-то, наоборот, говорит, что в принципе все устраивает. Да, есть некоторые вещи, которые можно улучшить, но в принципе довольны. Поэтому 50 на 50, мне не разделились. Администрация города уже задумывалась над реконструкцией парка. Его планируют осовременить и восстановить полуразрушенные строения. Рассматривается возможность организации набережной, каких-то объектов на воде. Но это все будет более конкретизировано в дальнейшем проекте. Пока что это только эскизные проекты, это предложения, это намерения. После квеста собранную информацию организаторы обобщат и передадут в администрацию города. Ее полезность будет напрямую зависеть от качества проведенных исследований. Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Талантливых студентов пригласили в торжественный зал приемов регионального правительства для вручения губернаторских стипендий. В этот раз денежное поощрение от губернатора получили более 50 человек. Рязанцев формировали за активное участие в социальных и благотворительных проектах, за работу в детских и молодежных организациях. Для меня эта стипендия действительно очень важна, так как это послужит дальнейшим моим развитием в будущем. Ну, по крайней мере, так все отзываются о ней, потому что она очень печатная. Для меня это, возможно, награда за то, что я старался, я был активен. То есть, какой-нибудь большой акт признания. Спорт, наука, творчество. Достижения, в том числе на всероссийском и международном уровне, у рязанских студентов много. А талантам надо помогать. Уже в течение нескольких лет самые достойные получают губернаторскую стипендию. За плечами этих ребят множество покоренных вершин. Они, по словам главы региона, главные достояния и потенциалы рязанской земли. И педагоги, и родители, и мы все по-настоящему гордимся такими молодыми людьми. Николай Любимов выразил надежду, что молодые люди свяжут свою дальнейшую судьбу с Рязанской областью и смогут в полной мере реализовать себя именно здесь. Игра «Зарница», которую организаторы мероприятия возродили специально для активной молодежи, пользуется популярностью как среди молодых людей, так и среди девушек. В этом убедилась моя коллега Анна Герцовская. В Рязани уже в 14-й раз состоялась городская спортивно-оздоровительная игра «Зарничка». Приурочена она к проведению ежегодного месячника по гражданской обороне. Как известно, 4 октября наша страна отметила 85-летие со дня основания гражданской обороны Российской Федерации. И теперь на протяжении месяца в пожарно-спасательных подразделениях проходят дни открытых дверей, в образовательных учреждениях проводятся уроки безопасности, в Главном управлении МЧС России Рязанской области открыт для посещения музея МЧС. Кроме того, различные мероприятия проводятся на предприятиях региона. В этот раз на базе учебного методического центра по ГОЧС и ПБ Рязанской области в Манеже для тренировки спасателей состоялись соревнования для учащихся кадетских классов. В основном это ребята в возрасте 10-11 лет. С каждым годом желание принять участие в этих соревнованиях у детей только растет. Меняется у нас только количество участников, меняются творческие подходы к конкурсу. А в целом конкурс состоится из трех этапов. Это смотр строевой песни, полоса препятствий и, скажем так, интеллектуальная часть этого конкурса «Юный помощник пожарного». Важно то, что если кто-то из детей по состоянию здоровья не допущен к физическим нагрузкам, они могут проявить свою ловкость и меткость, например, попадая мечом в корзину. Занятие нашлось для каждого. Принять участие в этом мероприятии полезно всем представителям команд. Ведь Зорница несет в себе определенные цели. «Спортивная, оздоровительная, она, конечно же, идет также патриотическая, потому что знакомится, опять же, со структурами, да, МЧС, у нас тоже государственная структура, чтобы потом, опять же, детей привлечь к спорту. Здесь будут проходить как раз показательные выступления МЧС. Ребята будут показывать, что они умеют. То есть вот эти вот стенки, они потом показательные выступления будут показывать. Некоторые ребята потом приходят заниматься к нам на базу». Многие из пятиклассников уже занимаются в этом манеже пожарно-прикладным спортом. В дальнейшем у них открываются большие перспективы для того, чтобы вступить в ряды спасателей. Ну а тем, кто хочет связать свою жизнь с другими направлениями, такие занятия также пойдут на пользу. Ведь они развивают у детей инициативу, ответственность, волю и пропагандируют здоровый образ жизни. И на этом у меня все. Все новости смотрите также на нашем сайте. Город62.тв Мы прощаемся с вами до понедельника. Желаем отличных выходных. Это случилось! Обвал ипотечных ставок! Квартиры за 5,6% годовых! Только в компании «Зеленый сад» Совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Жилой комплекс «Рассвет» в Дядьково – это пилотный проект фонда Центр поддержки предпринимательства Рязанского муниципального района, реализованный в кратчайшие сроки при поддержке Министерства строительства Рязанской области. Он открывает новый формат продаж на первичном рынке недвижимости Рязани, приобретение готового жилья, сводя риски покупателей к нулю. Сбалансированные планировки одно- и двухкомнатных квартир, Качество и экологичность стройматериалов, высокий уровень строительных и отделочных работ являются неоспоримым конкурентным преимуществом данного проекта. Хорошая транспортная доступность и развитая инфраструктура в сочетании с тишиной и экологичностью загородной жизни работают льготные ипотечные программы ведущих банков. Беспроцентная рассрочка платежа – зачет имеющегося жилья. До конца октября действует акция «Скидка 3000 рублей с квадратного метра на квартиры на пятом этаже». Жилой комплекс «Рассвет» в Дядьково ждет своих новоселов. Приезжайте, выбирайте, покупайте, живите, радуйтесь. Телефон отдела продаж застройщика 997722. Глобал Сервис. Деньги под залог и скупка золота, техники, инструмента, велосипедов. Помогаем деньгами быстро и без лишних вопросов. Глобал Сервис. 55 90 50. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова